привет мы с вами находимся снова на севере москвы не так давно там были и вот еще одна интересная улица с оригинальным названием таким колоритным нам встречается сейчас улица самеда вургуна так давно мы были на улице бадур альенда потом на улице салям а дили и все это северном округе тоже административность на севере москве вот теперь еще на одну улицу экзотическим названием таким улицами до мургуна но находится на неправильно сокла неправильно хорошо в дневнике а в районе аэропорту правду далек от района соков и проходит улица часовой улице до улицы усеевича вот усеевич тоже революционер да ну и в общем то это обычная улица двустороннее движение мобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении но длина и всего около 350 метров поэтому вообще был более правильно назвать ее не столь пульсов и приемком который соединяет две довольно длинных улиц и как от часовой усеевич но опять же здоровье таскать поскольку радость из человека то соответственно назвали об улице у нас обычно дороги в честь недель называют улицами за небольшим исключением есть конечно проезд адаевского дам поездка рамзина переулка либо выгодского но это все редкость не надо сказать что до 1776 года эта улица была продолжением амбулаторного переулка то есть амбулаторным переулком она была да но в 1776 который собственно говоря сейчас является ее продолжением вот но в 1776 году этот амбулаторный переулка зелена две части вот одну часть оставили соответственно моторным переулком но вот эту часть переименовали который идет от чистовой улице на участке от чистовой улицы и очень назвали в 1776 году в честь азербайджанского поэта и академика который два года учился в мгу самеда бургун а жилом 36 56 году то есть около 50 лет прожил вот но церкви доним самят бургун настоящий его имя фамилия самет юсиф углы викину вот так вот это был основоположник новой политической школы в азербайджане был членом компартии с 3040 года ну понятно вот ну и естественно тема его стихов это революция строится новой жизни социалистические коммунистические потом ну писала патриотизм и дружбы народов в вере в победу мы великой отечественной войне ну и победу социализма конечно же светлых идей коммунизма и так далее это понятно интересно такая на испоем называется негр говорит а еще читая ленина знаменосец века и он там воспевал о всех своих стихах коммунистического партии самого владимира ленина также был автором статей они за не пушки не маяковском горьком и других деятел культуры отечественных привел на серпажанский язык евгения онегина пушкина часть появился там с тобой любить игровой шкуре девушка смерть горького произведения но и другие вот такой был человек ну что то конечно он несомненно хорошего ну так конечно прежде всего он не не за то что он там был может очень хорошим человеком а затем что он конечно прежде всего поддерживал боли были революцию и всякие социалистические и писал о новой жизни воспевал этот новый строй социалистический который установился в россии но и потом советском союзе ну и здесь в общем-то переулки улица маленькая даю как прорываясь переулком назвать данную сильно небольшая улица и здесь все находится всего два жилых дома один семиэтажный другой восьмиэтажный вот и все и они были построены в 50-х годах ну правда сейчас тут идет строительство 15 и 17 этажных жилых домов двух высотных домов это чтобы очевидно уже заканчивается строительство домов того что началось но где-то года два назад примерно так что наверное уже оканчивается и будет уже 4 жилых дома кто-то но самый главный объект есть это православные свято-димитриевский детский дом с небольшим однокупольным домом храм преподобных серафимов саровского и вот это здание патрон 3 здание 1055 года постройки и это здание бывшего детского сада но потом его реконструировали и на крыше послали купол храма это в 1990 годах произошло примерно так что детский сад перестроили соответственно православный детский дом ну а здесь и одесский сад кстати есть и неподалеку сохранился еще один не было два детских сада но теперь один стал детским дом а второй детский сад он сохранился советских времен еще по номерам 9 здание подальше там концу переулка конца улицы двухэтажные занятия 362 года постройки но это же есть то есть и гаражи улице и нас конечно же вы дома идут только по одной нечетной стороне этой улице а по-другой находится отец склады ленинградский рынок и амбулаторный пруд вот такая вот зона отдыха за зону отдыху который как представляет здесь наибольший интерес для нас наверное для большинства людей а вот и собственно этот амбулаторный пруд назван по бывшему здесь амбулаторную переулку как раньше называлась улица мяда воргу на конце улицы он находится в перечении с улицей усеевича и была образована в начале двадцатого века этот пруд на подмосковном дачном селе всех связка который здесь находился мало чем большую территорию а вот от сокола до аэропорта для его территории было ну и грега этого пруда забетонирована в нем гнездятся и и плавают уголи но и всякие другие птицы вокруг пруда находится зеленая зона отдыха место пути по отдыха где конечно я думаю имеет смысл побывать ну и заодно и на эту улицу посмотреть хотя кроме пруда здесь ничего особо интересного ну и добраться до лучших миросокол на автобусах проходящих по улицам часовой усеевича который как раз ограничивает вот эту улицу даже можно на электричке доехать снижеского направления до пасхолом красной балтии с оттуда по мосту пешком через эти балтийский период и часовой улицу пройти уже к этой улице но это да довольно такой далекий путь по этой улице общество не проезжает приятных прогулок и до новых встреч на улицах снижеский период